Валтасар 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 Зовите обаятелей страны, гадателей, волшебников, всех мудрых, чтобы эту надпись на стене прочли. Созвали всех, но со стыдом и страхом должны признаться были мудрецы, что это не под силу им задача. В палату пиршества вошла царица. Ею душа противилась всегда страстям столь шумных на перах излишек, и никогда на них она не шла. Но о случившемся она узнала, и, подойдя с почтением к царю, она в полголоса ему сказала, тайна сия подвластна одному. Живи вовеки, царь, и не смущайся, есть в твоем царстве муж, и в нем живет святого Бога, дух и свет, и разум. Пусть царь его скорее позовет. Сам твой отец, сам Навуходоносор, занайденные в нем в те времена и веденье, и ум решать вопросы, вознес его главою тайновецов, главой гадателей и мудрецов. Он и сегодня изъяснил значение вот этих непонятных изречений, что здесь оставили персты богов. Вели рабы в палату Даниила. Он с почестью приветствует царя. Великий сын народа своего стоит перед царем, красив и скромен, спокойной силой веет от него. Царь спрашивает, правда ли все это, что слышал он о мудрости его? И знает ли он надпись и значенье, возможно ли ему прочесть ее? Царь обещает почести и славу, его он возвеличит, наградит. Но Даниилу не нужна награда, отдай ее другому, говорит. А слов значенья я тебе открою. Царь Валтасар, ты слышал об отце? Бог, починивший ему все народы и дав ему всю славу на земле, Ждал от него достойного хожденья. Когда же гордость душу заняла, Его Господь учил путем смирения. И с тем времен такого заточенья Спасли и образумили царя. Ты, Валтасар, об этом знаешь, помнишь. Но ты, Царя Небесного, не чтил. И даже вот святыню Дома Божья На этом пиршестве ты осквернил. Я этих слов значение открою. Здесь, мене-мене, текл-упорсин. Что значит? Взвешен ты и найден легким. Я твое царство отдаю другим. Громови молнии не было в палате. Но эта тишина была страшней. Не видел царь, ни женщин, ни сатрапов. Он видел лишь стену перед собой. Стену, отгородившую его Начертанным суровым приговором От жизни этой, как глухим забором. И дальше для него нет ничего. Роскошная палата опустела. В ней жуткая застыла тишина. А в это время Дарий, царь Медийский, Уже вступал с войсками в Вавилон. Пожарищем, насилием, убийством Был славный древний город поражен. Солдат вооруженная лавина По Вавилонским улицам катит. И как в словах пророка Даниила Был город взят, а Валтасар убит. Бог Валтасару дал и власть, и силу. Он в жизни ему многое прощал, Но за сосуды Дома Божьего святые Его он высшей мерой наказал. Вот так и с нами столько Бог прощает И столько любит, столько бережет. От нас же одного он ожидает Беречь сердца, в которых он живет. Сосуды, освященные когда-то, Не осквернять своей нечистотой. Тогда благоуханием приятным В них пребывает Дух Святой. Благодарим Творца за эту школу, Что наставленьем, а не приговором Стоят сегодня перед нами строки. Ты взвешен на весах И найден легким. Аминь.